Во имя Отца и Сына и Святого Духа. С праздником, братья! Воскресный день сегодня совпадает с еще одним днем, знаменательным для большинства людей в нашей стране. Это 1 сентября. Вот так чудно в этот воскресный день на литургии читался отрывок из Евангелия от Матфея, в котором повествуется о некоем болящем отроке, бесноватом, которого исцелил Христос. История, которая повторяется и у других евангелистов, ее тоже мы как-то с вами слышали, рассуждали. И вот сегодня нельзя обойти стороной именно этот момент, момент нашей с вами жизни и наших отроков. Вот Господь сказал о том, что этот отрок болящий должен был бы исцелиться по вере. То есть не хватило у апостолов мира. И еще, на вопрос от чего, почему же так? Это потому, что этот бес, как он сказал, держащий этого отрока, изгоняется постом и молитвой. Постом и молитвой. Это для детей. Это для этих маленьких, которым надо питание полноценное, чтобы у них все росло, еще раз им поститься. А когда им молиться? Кажется, как же так, всеобщее заблуждение, даже не только в языческом мире. В нашем христианском мире. Наш даже священник. Боятся говорить с мамами и папами до крещения о том, что надо бы попаститься. А в том, что пост это свято. Не говоря уже о молитве. Насколько она нужна, необходима. Веруешь, хорошо, замечательно, давай крестись. Вот еще и так. О посте, о молитве. Так говорят, если мы будем об этом говорить, никто к нам не придет. Никто не будет ни креститься, ни тем более венчаться. Но крестик венчает. И если это без поста, и молитва. И если, по словам Христа, бес имеет свободную силу в том теле, в той душе, которая не имеет поста и молитв, зачем тогда эти таинства преподавать? У нас очень часто, вот перед этим днем, работниц, которые стоят за священным ящиком, спрашивают, когда к первому сентября можно ребеночка привезти? А зачем? А причастить? На вопрос дальше, зачем это надо, никто не ответит, понятно. Нет, утрачена культура. Но дело даже не в этом. Если начнет объяснять работник или священник церковным человеком о том, что надо дитё подготовить, постом, молитвой, да нет, какой он не оси, он не смог, о нет, это не по нас. Нам бы только так, вот немножечко чего-нибудь там причастить. Я не знаю, чем вы там причащаете, важно, чтобы это было. Это повсеместно? Теперь порассуждаем. А что еще повсеместно у нас? В нашем, так называемом, христианском мире сейчас. Повсеместно разводы. Их становится все больше и больше. С каждым годом. Это статистика. Причем разводятся не только молодые. Уже в зрелом возрасте, как говорят, когда седина, борщ. Уже тогда, когда детей надо замужем, или женить, или замуж выдавать, тогда уже должно остаться. Ничего не останавливает человек. Он охвачен бесовской страстью. Что? Отроки лучше. Ну, конечно. Когда на них смотришь на маленьких, такие забавные, смешные. Ну, как куколки. Такие хорошенькие. Но эти хорошенькие, уже до 16 лет, 30% из них имеют мысли о самоубийстве. 30% по нашей стране. Это один из самых больших процентов, где подростки кончают жизнь самоубийством в нашей стране. Православные, крещеные дети. Кто их толкает? Понятно, бесы. Сами бы на это своей логикой не дошли. Но что же, если так, из тех, кто выжил от суммы убийств, они лучше стали, конечно. Они хорошие. Они начинают жить, так называемым гражданским браком или до него, друг с другом, начиная с подворотния. Не говоря уже о том, что распространение наркотиков сейчас семимильными шагами. Идет от центров городов сюда к нам. И скоро придет и будет распространяться обязательно. Как бы мы с вами не думали, что мы от этого спасены, наши дети скоро будут колоться обязательно. Еще некоторые города до этого времени были свободны более-менее. Где-то пять назад в некоторых районных городах даже не знали, как и в нашем, что такое наркотики. Сейчас не просто знают, а эпидемия. Это непростая эпидемия. Она основана на некоторых не просто мировоззренческих ошибках или педагогических ошибках взрослых. Это не просто ошибки воспитания. Мир идет не просто козлы. Он идет к своей определенной апокалиптической кончине. Об этом говорил Господь. Это мы, если рассуждать трезво, видим сейчас очень даже хорошо. Грех не просто распространяется как грех, он считается чуть ли не добродетельным, замечательным явлением в обществе. Им хвастаются и говорят, смотри, вот так надо жить. Еще и говорят, и препагандируют, вот эта жизнь лучше. На Западе однополые браки считаются лучшими. Их не просто регистрируют, а говорят, вот так надо жить. С телевидения, с рекламы, это сыплется вовсю. И что, мы будем от этого как-то свободны? Откуда возьмем силу? Откуда наши подростки будут иметь свободу от этих бесов, если их родителей даже не пытаются понять о том, что необходимо не только причастить. Очень часто не знали чего. Но главное, научить Богу угождать, Бога любить, жертвовать во имя Христа своим временем, своими силами, своим питанием. То есть, поститься, молиться. Говорят, нельзя насильно. Вот в музыкальную школу насильно ведь воин. насильно. Дети, по-частью, убираются, как это так? Не хочу. Ты говоришь, иди, тебе там будет лучше. В кружке то же самое бывает. А вот научить добру, говорит, насильно нельзя. Но русская педагогика древняя считала о том, что научение не бывает без наказания. Даже так. Научение без наказания. Мы такие сейчас расслаблены, настолько дух ослаб, настолько отрока поставили на пьедестал мира, что не просто боимся его наказать. Считаем, что он он превыше всего. Он самый главный. Вот вспомните из литературы, русской литературы, скажем, 18-го, 17-го, даже 19-го века, описывающей деревню или даже рассказы про бабушек. Как садились за стол и как начинали есть. Первая ложка была чья? Отца. Отца. Деда. Старшего. Сейчас первый кусок чей? Младенца. Отрок. Им все. От чего? Не существует уважения. Перестало оно быть. К родителям. От куска. От небольшого, малого. Оно ведь во всем проявляется. Мы говорим пост. Мы говорим молитву. Вот эти понятия должны просто присутствовать в семьях. Они должны являться центром жизни семьи. На них должна основываться духовная, душевная и телесная жизнь. Поэтому сегодня поздравляю. Хотелось бы очень хотелось бы, чтобы наши знакомые, близкие, родные избежали всеобщей участи, которая следует из всеобщего развращения. И у нас на это с вами есть инструмент. У нас на это с вами есть силы. Не наши. И инструмент не наш. Инструмент церковь и ее таинства. И есть тот, который эти инструменты приводит в действие. Это Христос. Уповая на него и исполняя его требования. Мы можем еще кого-то спасти. Иначе погибли. Мы и ближний наш. Аминь. Спасибо.